Во время апрельских событий 2016 года Армения прибегала к использованию различных информационных уловок. Об этом заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Савельев, выступая на открытии рабочей сессии «Политика дезинформации. Угроза стабильности в современном мире» в рамках 6-го Бакинского международного гуманитарного форума. Первый заместитель генерального директора Российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман также подтвердил этот факт. Участники сессии отметили, что осуществляемые информационные атаки служат только для создания столкновений между государствами. По их словам, распространение дезинформации превратилось в серьёзную проблему, охватывающую весь мир. Люди, профессионально работающие с информацией, должны сделать всё отразовище, чтобы поставить заслон перед вбросами ложной, фальшивой информации, которая влияет на умы людей, которая способна вызвать мировые конфликты. Азербайджан не понаслышке знает опасность дезинформации. Азербайджан уже многие годы, кстати сказать, находится в условиях информационной войны. Да, сегодня нет у Азербайджана, к счастью, войны горячей, но война информационная происходит. И атаки на Азербайджан информационные, они сегодня, конечно, всё ещё усиливаются. В сессии «Политика дезинформации. Угроза стабильности в современном мире» приняли участие официальные лица администрации президента Азербайджана, депутаты парламента, руководители и представители местных и зарубежных средств массовой информации, медиаструктур, известные учёные, эксперты, представители 21 страны и 14 руководителей зарубежных СМИ. Сегодня журналисты, известные деятели медиа из ряда стран мира собрались в Баку. Считаю, что первая часть нашей рабочей сессии прошла весьма интересно в атмосфере жарких дискуссий. Мы, ещё раз вынося на обсуждение подобные вопросы, хотим сказать, что мир не должен верить коварной политике Армении и проармянских кругов, построенной на дезинформации. Кроме того, агрессии, направленные против других народов и стран, должны быть устранены. Нельзя допускать, чтобы подобные силы достигли своих целей. Надеюсь, что в результате усилий мирового сообщества мы сможем предотвратить эту позорную и коварную деятельность. Фейк-новости стали сегодня одним из самых распространённых методов информационных войн. По мнению участников сессии, проблема дезинформации является угрозой стабильности всего мира. Мы знаем о многочисленных конфликтах, которые существуют во многих странах мира. Кто-то признаёт территории, кто-то их не признаёт. Проблемы есть и в Азии, проблемы есть и, как мы знаем, на Востоке и в Европе. Поэтому вот этот форум – это диалог, который помогает найти пути компромисса, сеть за стол переговоров. Я думаю, что, учитывая такой большой международный состав, когда около ста стран мира участвуют в этом форуме, это хорошая основа для диалога. На сессии было отмечено, что власти Армении, бесстыдно распространяя об Азербайджане лживую, полную клевет и информацию, пытаются ввести в заблуждение мировую общественность. По мнению участников сессии, Бакинский форум и другие подобные ему международные мероприятия, имеют важное значение также с точки зрения разоблачения таких злокозненных сил.